Оказывается, когда человек любит кого-то, он одновременно и чувствует человека очень сильно, именно в тех аспектах, которые ему приносят счастье. Вот, допустим, мужчина, когда любит женщину, он чувствует ее красоту, ее нежность, ее ласку, но это для него не является основанием для того, чтобы ей это самой дарить. То есть, любовь вызывает желание пользоваться тем, что ты видишь. То есть, понимаете, проблема заключается в том, что мы недостойны любви. Мы недостойны любви. Как выглядит человек, который достойный любви? Достойной любви человек не пользуется ней, потому что любовь к природе по своей, она духовной природой имеет чистую. Духовность означает бескорыстие и самоотдача. Я еще раз повторяю, если человек достойный любви, он не будет пользоваться ей. Он будет только дарить, дарить, дарить и дарить. И это значит, что любовь будет сохраняться. Но если мужчина видит красоту девушки, он только пользуется ей, и он начинает ревновать ее. Это что такое? Это опять означает такой вид зависимости. То есть, это не сила, не сильная позиция. Он начинает ее как бы диспортировать внутренне, покорять, пытаться подчинить себе. Это не признак правильного поведения. Это просто неправильное представление о том, что как вообще должны отношения строиться. И любовь гаснет в таких отношениях. Девушка, когда любит, она начинает капризничать. Ну что же значит капризничать? Она требует того, что мужчина ей должен дать. Каприза означает требование. Ну то есть, она, вот он пользуется ее красотой, но не дает ей. Я на это вью, это возмущает. Она говорит, а ну-ка поласково и себя веди. Ну вот представьте, допустим, вы мне сейчас скажете, Олег Геннадьевич, нежнее читайте лекцию. Я начну читать нежнее. Вы скажете, еще нежнее, Олег Геннадьевич. Я еще нежнее, но у меня как-то пропадет желание, понимаете? Я могу, конечно, но это будет уже просто, ну, в этом любви не будет. Понимаете, любить человека, заставить невозможно. Чем больше ты заставляешь, тем больше он меньше любит. И мы чем занимаемся? Мы этим занимаемся. Мужчина говорит, слушай меня, слушайся. Он хочет заставить. Женщина начинает бунтовать сердце. Почему она бунтует? Так потому что женщина по природе вообще непослушная. Женщина слушается только любовь. Вот если она любит, она становится сразу послушной, ласковой, все, любовью. Если она не любит, она, вот женщина имеет полностью бунтарскую природу. Она непослушная. Ну, представьте, допустим, такой, женщину поставили в ряд, равняюсь, смирно, непослушный. Мужчин поставить, равняюсь, смирно, послушный. Поселить, допустим, 40 мужиков в одну комнату там, в казарму. Все будут спать, вставать, подъем там, равняюсь, смирно, побежали, побежали, легли, легли, спать, спать. Все, они так будут жить. Попробуйте, две женщины в одной комнате договорились. Нереально. Они каждое свое что-то будут обижаться друг на друга, непослушные по природе. И вы хотите ими командовать, мужчины? Невозможно. Они, конечно, делают вид, что они согласны слушаться. Но это ничего не значит. Это просто обман. Потому что женщина может слушаться только, когда ее любит. Все. Она по-другому не может слушаться. Или она с ума сойдет. Если она начинает слушаться, ее не любят. Она лекции мои послушала, надо слушаться мужа, думать. Ну все, сейчас буду. Ее не любят. Так она с ума просто начинает сходить потом. Субтитры сделал DimaTorzok